Всем привет, садоводы, дачники и любители. Сегодня 13 число 2017 года, 13 марта. Я нахожусь в Центральной Украине, Полтавская область. Сегодня получилось выйти на дачу. Ну и начинаются весенние заботы. Выгребание листьев, привод в порядок свитников, виноградников. В саду. Что касается роз, я надеюсь у каждого на даче они есть. Розы обрезаются подмерзшие, убирается мусор, обкапываются розы. Виноград, я думаю, можно уже открывать. По крайней мере у меня здесь затышек. Вот, все закрыто со всех сторон. Здесь затышек. Здесь ветра нету большого. Я уже начинаю открывать. Вот, кормакод, кадрянка. Вот, кормакод. У меня здесь кадрянка, здесь флора. Это я открываю. Здесь у меня Сиперэкстра и Кышмыш лучистый. Кышмыш лучистый до минус 18. Я пока погодю, как говорится. Столетие открываю. Благовест уже открыл. Вот у меня Благовест. Уже на нижней проволоке. Аметистного черкасска. Кышмыш голодрыги. И Кышмыш черный осенний королевский. Это все я здесь открываю. Какие еще весенние заботы? Ну, естественно, приводим в порядок наши шпалеры. Где подтянуть, где заменить. Где укрепить, чтобы не болталось. Если кому нужно, советую, очень хорошая вещь. Вот, Талрепы. Покупаем. Это у меня шестерка. Хорошая вещь. Можно крючком зацепить, где угодно. Вот, кстати, почему здесь крючком. Я вам сейчас объясню. У меня не хватало перекинуть на нижнюю проволоку. Обычно своим методом укрывания подвесным укрытием. Вот. Была узковатая пленка. И я, конечно, здесь открутил. Крючок опустил вниз. И, естественно, приземлил нижнюю проволоку. И тогда у меня хватило. В общем, очень удобства у этих Талрепов. Натяжных приспособлений. Как я уже сказал, приводим в порядок шпалеры. Одноплоскостные, двухплоскостные. Разных видов. Смотрим, что подкопать. Подкормить. Подкормить. Не то, что можно. Нужно, но пассивно. То есть, не вкапывая вниз, а делая вот такие небольшие луночки, как у головы куста. Вот примерно. Учитывая, что сосущие горешки находятся на периферии куста. Где-то метра полтора, два, то и три. Ну, примерно полтора метра берите. Вкопайте небольшое углубление. И небольшие. Присыпать не нужно. Прикапывать. И просто разложить туда пассвет куриный. Помет. Перегной. Просто уложить. Вкапывать не нужно. Они будут пассивно потихоньку проходить к корням. Пока начнется тепло, они уже идут до сосущих корешков. Они уже к этому времени пробудятся. Вот. Это что касаемо по винограднику, по винограднику, ну и цветнику. Так. Вот здесь у меня персики Т5. Подливать персики, то есть, влагозарядки его полива еще не стоит. То есть, земля еще очень мокрая. Только-только начинает потихоньку впитываться землей талая вода. Только-только начинает земля просыхать. Так что, влагозарядковый полив напаивать нельзя. Не нужно, вернее. Так. Обрезать персики, как я уже ранее сказал, тоже не стоит. Можно предварительную обрезку сделать и то санитарным. Повырезать все, что загущается. Ну, сегодня у меня сейчас таких радикальных загустителей где-то нету. Все, что, допустим, сухое, сухое, побитое морозом, и все, что загущается сильно. Если оно вам мешает, допустим, вот подобное такое. Хотя это еще и спорный вопрос. Вот. Все это вырезается. Затем проводим сейчас хороший период для прививки в косточковую-косточковую. Это, конечно, не касается алычи. Я, правда, на алычу прививал. Алыча прививается очень рано, в феврале. У меня есть видео об этом действии. А вот персик сейчас уже потихонечку, как видно, почечки набухают, начинают потихоньку. Ну, пока они спящие, нужно, можно прививать уже. Если, если у вас, допустим, как у меня, виноградник на отшибе, на бейлобне, то есть, продуваемые ветрами, вот здесь, то есть, я рекомендую сейчас, в этот период, если вы не боитесь, что померзнет, ночные заморозки могут внезапно быть, просто, то в продухе для проветривания оставить пошире. чтобы сквознячок не давал ходу процессов выбривания лодки. Также здесь делаем, раскрываем пошире, пускай проветриваются. Дальше, можно проводить радикально, такую, резко омолаживающую старых деревьев, груш. Что касаемо взрослых, но не старых, можно обрезать вершок, то есть, не давать уходить веткам, точкам роста вверх, вытягивая дерево вверх, чтобы не атрофировались нижние ветки, я уже, как ты говорил об этом, сохраняем нижние ветки. Прививаем, точно так же, уже можно прививать и семечки. Это яблони на яблони привил. В данном случае, это у меня Рихард, вращеп. Вот мы подходим, я подхожу к укрытию инжира. У многих уже, как я читаю на форумах, садоводов, инжироводов, любителей очень сильно чешутся руки, раскрыть, посмотреть. Ну, это чревато, может быть, поскольку экзотическая культура очень нежная. Как видно, у меня здесь продухи есть, достаточно. Под волнами шифера скрючничок гуляет отсюда и туда. У меня северный ветер сейчас поднялся, дует хорошо. Так что, если не на свои литережироводы, ребят, не торопитесь. Наше время еще придет. Если, конечно, у вас было запропковано как у меня хорошо и оставлено только одна отдушина с одной стороны и с другой, то, конечно, нужно будет раскрывать отдушины у инжира. Далее на персике все морозобойные. Можно зачистить, обработать уже, кстати, можно. Это у меня персик Алстар канадский. Вроде бы как морозостойкий, но иссушающие зимние морозы сделали свою грязную работу. Морозобойные видны на лицо. Вот о чем я еще не сказал. Смородина уже, почки уже набухли. В принципе, если у вас такого прогресса, такой динамики нету по почкам, то можно пересадить. Ну, обязательно, опять же, если у вас есть старые кусты, осматривайте, вырезайте. Загущение нужно обязательно убирать. Старые ветки убирайте, молодые одногодки оставляйте. Так, вот проходил я мимо куста сжимолость. Это у меня сорт Морена считается одной из самых вкусных и кокопылитель очень хороший. Динамика тут не очень такая. Показательные почки набухают, цветочник еще нету, хотя считается, что это самая первая ягода. вот, что-то появляется из цветочника почек. А переезжает ее, естественно, черная смородина. Почки здесь, конечно, уже набухают и скоро уже пойдут листики. Ну, вот, и такая культура, такая ягода очень вкусная, как малина, вернее, ежевика у вас уже есть, видно, она уже пробуждается. Вот ее серенькие почки, это почки, это не сухость, это почки, ребята, вот они какие. Уже нужно расправлять, опять же, под нее поправлять шпалеру, ремонтировать, подтягивать, натягивать уже и расправлять, раскрывать у крутя, где есть, раскрывать, где нужно, вот такое вот колючее, как у меня, обрезать обязательно. А вообще, конечно, я бы колючее не рекомендовал бы заводить, хотя это морозостойкий куст, очень, весьма морозостойкий, я даже не знаю двух соток, бралась, хаотично покупалась, это все два кустика, весьма морозостойкий, но и очень колючий. Ежевику, естественно, нужно обрезать радикально, поскольку она плодоносит на, как и многие культуры, плодоносит на веточках, на приросте, на прошлогоднем приросте. Ну и хочется закончить это видео очень немаловажным таким замечанием. Сейчас уже нужно обязательно готовить по своей схеме, или же искать схему, если у вас нет, или продумывать по очередности, совместимость опрыскивания, химикаты, нужно подбирать химикаты для опрыскивания. Железный купороз, фунгициды, инсектициды, гербициды, если у вас есть бурьян, замочил уже. Нужно готовить сад, виноградник и огород к опрыскиванию. Ну, я вам желаю традиционно хороших урожая, поменьше болящих на ваших садах и огородах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Пока!